Как стало понятно после начала вторжения Залися в Украину, артиллерии много не бывает. И это несмотря на то, что на Западе в трактатах НАТО было принято считать, что ракеты и авиация все порешают. Но как у нас говорят сталося не так як гадалося, авиация при наличии хороших или просто ПВО у противника массово становится тяжелее воздуха, а ракет нужно оно уж слишком много для победы. Именно поэтому как мы недавно вычитали Украина практически достигла паритета с РФ в плане рабочих стволов. А если учесть качество западных девайсов то последние проигрывают Украине в плане точности и дальности. Чего у нас в войсках сейчас только нет. И турецкая Фертина, и французский Цезарь, и М109, а также Дана и Сюзанна и далее по списку. Но, как говорил один наш местный классик, лишний оставшийся зуб после пропущенного хука во рту не помешает. Поэтому и сконструировали наши инженеры еще при прошлой власти Сау Богдану на шасси красы ворта. Ну и не так давно ее начали выпускать, насколько мы поняли, серийно на шасси Татра. Однако до последнего времени у нее была одна проблема в сравнении с западными системами, а именно не было автомата заряжания. И вот пару дней назад в день ракетных войск и артиллерии день инженерных войск, на одном фото засветилось Богдана с немного-немало автоматом заряжания. И здесь можно сделать предположение, что это механизация процесса зарядки, как минимум усилитель который искоряет темп стрельбы. И на самом деле он довольно схож с механизмом подзарядки, который устанавливается на французскую Сау Цезарь. В общем ребятам и это все к чему, у Богдана и так скорострельность была 6 выстрелов в минуту, а теперь благодаря новому механизму заряжания будет и того быстрее, у Цезаря скорострельность напомним 6-8 выстрелов в минуту. А это что значит? А то что теперь будет как то из старой детской поговорки, тихо приехала тихо ушла, только ботинки оккупанта торчат из ну и вы дальше знаете чего. Поэтому друзья, хотим пригласить вас на наш второй резервный канал по ссылке под видео, нам нужно там набрать 4000 часов просмотров так что у кого есть время тот может посмотреть там пару роликов за что мы будем вам очень признательны. Ну и подписаться, поставить лайк и колокол чтоб приходили сообщения на этом и том втором резервном канале.